так перезошла с айпада первый раз с айпада у меня к сожалению айфон мой перегрелся на солнце и просто вырубился поэтому пробую сейчас еще раз оксаночка если ты здесь пожалуйста добавляйся продолжим прошу прощения да у меня уже такое случалось однажды и к сожалению та часть эфира не сохранилась оксаночка дорогая добавляйся пожалуйста жду мы начали говорить о том оксаночка извини вот как и ожидалось как и как и я и предупреждала что могло такое произойти вот она произошла к сожалению этот раз уже не перегреется но мы только-только начали с тобой нашу содержательную беседу и она подвергалась но все бывает пусть это будет самой большой проблемой да и тот 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 фрагмент видео к сожалению не сохранился он просто вырубился телефон и все ничего не сохранилось поэтому ну может быть давай повторим тогда на чем мы мы с тобой беседовали давайте давайте мы еще раз расскажем расскажем друг друг про друга что для моих людей расскажу что ирина константиновна это педагог по джазовому вокалу вокалистка очень прекрасный и педагог и вокалистка и когда ирина константиновна жила в москве то я брала у нее уроки по джазовому вокалу а сейчас ирина константиновна живет в америке и мы продолжаем общаться и у ирины константиновны есть как я только что узнала да что есть курс по как это можно сказать по джазовому вокалу и импровизации это мой авторский видеокурс который я вынашивала долгих 10 лет даже может быть больше и в него вошли материалы которые я передавала своим студентам в училище в колледже имени Гнесиных в нашем прославленном колледже на ордынке эстрадно джазовом и все самое главное самое основное что нужно знать джазовым вокалистам об импровизации о джазе в общем все самое полезное я вложила в этот курс и систематизировала его распределила по уровням там три разных уровня базовый продвинутый и профи и ну в общем с удовольствием поделюсь этими знаниями с теми кому они действительно нужны потому что в то время когда я искала информацию подобную в нашей стране когда я была студенткой и я просто горела джазом не было таких педагогов и не было таких учебников не было таких систем и я по крупицам буквально выуживала где могла эти знания по крупицам у инструменталистов я очень со многими инструменталистами общалась в то время джазовых что называется вот именно джазовых певцов ну почти не было если они и были то такие полусамодеятельные вот которые сами то в общем то даже не то что вокал джазовом они даже английским языком не владели ну да в то время советский союз понимаешь что было нормально вот но поэтому я конечно как могла в течение долгих лет собирала по крупицам эти знания и наконец-то почувствовала вот уже когда стала сама педагогом почувствовала что пора делиться пора делиться своим опытом своими наработками и все самые ценные наработки я вложила в этот курс вот всего сердца просто вам и тем тем кто последует по этому пути я просто уже заранее уверена что он классный и действительно да когда я тоже училась я бы с удовольствием этот курс приобрела потому что очень круто и уроки брать индивидуальные да и получить такой такую информацию в виде структурированного да 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 система это это уже все в изложенную систему такую систему ну и написана была методика я не знаю в курсе ли ты но в 2006 году я написала методическое пособие для педагогов для преподавателей средних музыкальных учебных заведений страны. То есть оно было разослано по всем российским училищам музыкальным. И там вот эта методика моя джазового вокала и импровизации, она была принята на таком государственном уровне, можно сказать. И вот на её основе я её усовершенствовала, конечно, там добавила что-то и наконец-то выбрала время, структурировала и воссоздала этот курс. Так что заходите тем, кому интересно. У меня сайт irinarobinson.org Там больше информации, очень подробный план уроков. Вы всё это можете там посмотреть и, в общем-то, приобрести для тех, кому интересно. Ну, это что касается меня. В общем, такая преамбула состоялась. Мы в прошлом видео тоже её сделали, но всё исчезло, просто не сохранилось. Но я хотела бы, Оксаночка, поговорить о тебе немножко, потому что несмотря на то, что мы общались периодически с тобой всё это время, да, то в контакте, то как-то так вот. Я следила за твоими успехами, я вообще очень горжусь своими учениками. Мне не стыдно ни за один день своей работы, я могу это сейчас сказать, мне не стыдно за свой труд. Я очень горжусь всеми своими учениками. И вот Оксана один из этих примеров учеников. И знаете, вот хочу сказать, даже если студент мой, бывший, ну, бывших не бывает, все настоящие, все мои учителя, вот мои педагоги, они все для меня учителя всегда. Я не называю их бывшими и не считаю их бывшими. Вот. Поэтому и учеников я тоже считаю, что бывших тоже не бывает. Они все мои все мои ученики, все мои дети. И даже если они не пошли по джазовой стезе, да, именно, не стали именно джазовыми вокалистами, а таких, наверное, большинство. И даже если они не стали джазовыми, они все равно, эти знания каким-то образом, ну, они уже обогащаются этими знаниями, понимаете, по джазу. И пусть это не напрямую, но все же, каким-то косвенным образом, все же, мне кажется, что это влияет на их творчество в дальнейшем. Потому что такие навыки и знания, наработки, они не могут пройти бесследно. Для любого артиста это важно. Вообще вот в Америке, да, и на Западе даже, это норма, как бы каждый поп-певец или рок-певец, он знаком с джазом хотя бы на таком базовом уровне. Они знают джазовые стандарты, они могут их спеть, то есть они грамотно владеют материалом. Пусть они даже не используют это в своей карьере потом, да, но они могут, если надо, на джинсейшн вышел и спел джазовое произведение, пожалуйста, без проблем. Я обычно ученикам своим говорю, что если вы разучите джазовое произведение, либо какое-нибудь вечно зеленое, то вы можете подойти к любому музыканту в любой точке мира, сказать ему, там, не знаю, название произведения, темп, тональность и поехали. У вас сразу возникает песня, это очень круто, поэтому я тоже рекомендую всем учить из этого жанра тоже песню. Да, есть, у меня есть лично, ну, конечно, этих полно, этих списков, но у меня есть список рекомендованных джазовых стандартов, которые вот я советую джазовым вокалистам, ну, не только джазовым, вообще вокалистам, знать на всякий случай, да, хотя бы 30, допустим, ну, 30 джазовых стандартов основных, которые действительно, как Оксаночка сейчас сказала, в любой точке мира, куда бы вы ни пришли, в клуб, там, везде вы дали название, дали тональность и вам их сыграют, если это, конечно, джазовые, ну, грамотные музыканты, кое-какое их, в общем-то, большинство на Западе, они, конечно, это все сыграют, вот, поэтому вам надо их просто выучить, этот список есть на сайте тоже, если я не ошибаюсь, по-моему, там есть, я говорю, эта информация бесплатная, так что она есть в доступе, вот, эти песни можно и нужно знать, разучить и просто пользоваться ими при случае, да. Плюс я скажу, что очень важно, чтобы вокалист владел инструментальным звукоизвлечением и мог все ровно спеть, да, как инструмент это делали, поэтому тоже джазовое произведение очень подходит для этого, для тренировки этого важного навыка, поэтому... Ну, Оксаночка, это уже следующий этап, это ты уже так затрагиваешь более сложный, более продвинутый уровень, да, в общем-то, это, конечно, важно, но это важно уже для тех, кто по этому пути, ну, если даже не пошел, но хотя бы продвинулся как-то, да, это, конечно, да, я согласна, это нужно, овладевать этим, ну, хотя бы базовые какие-то навыки для начала нужно освоить, вот, а потом очень многие люди просто вовлекаются, я сама видела, как в Гнесинке в нашей, люди совершенно далекие от джаза, просто поп-певцы, ребята, которые всю жизнь слушали западную попсу, которая, ну, в общем-то, неплохая сама по себе и очень много в ней позаимствованы из джаза, хотя это не джаз, например, но в ней очень много есть заимствований, вот, и такие ребята, которые воспитывались на этой попси, пели ее, они вдруг, познакомившись с джазовым репертуаром, они вдруг начали создавать джазовые программы, выступать в клубах с джазовыми произведениями, прям целый концепт джазовый дел, это очень приятно, для меня, как для педагогов, это очень отвратно видеть, что старания не проходят даром. Да, вот, например, я тоже не пою так вот много раз, но у меня есть в моем репертуаре всегда, когда мы приезжаем на мероприятия, мы работаем на разных и больших мероприятиях, да, каких-то городских, и свадьбы, корпоративы, дни рождения, то есть такие тоже, и там бывает, очень часто нужен welcome, где нужна спокойная музыка, на вход гостей, там, на какую-то спокойную паузу, и я пою, мне говорят, Оксана, давай, и я пою эти полчаса. Ну, у тебя очень замечательно получается, особенно баллады, твоим прекрасным, проникновенным, глубоким голосом, вот, твой голос как будто просто создан для джазовых баллад. Спасибо. Я помню, я помню, что вы мне сказали тогда, что под мой темперамент подойдет как раз вот что-то балладное, либо басаново, а я тогда очень хотела что-нибудь свинговать, там, что-то такое, вы сказали мне, Оксана, тебе вот лучше посмотреть. Ну, свинговать тоже можно, не возбранять, никто же не может наложить запрет, понимаешь, ну, как я могу тебе запретить петь свинг, если хочется, конечно, но просто есть предрасположенности у людей, у каждого типа людей ты как психолог, это точно наверняка знаешь, вот, поэтому что-то у всех, у меня тоже, у меня то же самое, что-то получается лучше, что-то получается хуже, но как профессионал я могу взять и исполнить все, понимаешь, все, что мне нужно, я свертала программу, сбалансировала ее как-то, да, и я представила все жанры, все стили, но у меня что-то идет лучше, а что-то идет похоже, это нормально, это не значит, что тебе надо крест поставить там на каком-то из стилей, понимаешь, нет, абсолютно, абсолютно не так, вот, теперь, Оксаночка, то, что мы пропустили, к сожалению, то есть мы поговорили об этом, но это утрачена часть мира, вот, я бы хотела ее все-таки озвучить заново, то, что, ну, во-первых, я поздравила Оксану с замечательным союзом семейным, потому что я с ее супругом лично не знакома, так, что они поженились, когда я уже была в США, вот, но вот заочно поздравляю и слежу за вашими видео, замечательный, просто потрясающий семейный дуэт, очень гармоничная пара и очень гармоничный дуэт, красиво звучат люди, просто красиво звучат, если кто-то не слышал, зайдите к ним на страницу, послушайте, как правильно, Ocean Music, потому что написано Ocean Music, как правильно? Вообще, Океана, как читается правильно же, Океана? Ну, Океана, если K, если K, вот это меня, потому что по-английски через C пишется и говорится Ocean, но у тебя буква K там, поэтому она меня немножко так вот, поэтому я у тебя спрашиваю, океан? А как бы вы прочитали, получается? Ну, я читаю по-английски автоматом просто, Ocean Music, Ocean Music, а потом вдруг увидела, там не Ocean, а Океан написано через K, поэтому вот мне как-то стало интересно, как ты сама называешь? Короче, я как-то придумала, и мне кажется, русские воспринимают как океаны. Ага. Ну, пусть будет океаны, замечательный, глубокий, бездонный, вот то, что соответствует твоему духу, мне кажется. Очень хорошее название. Вот. И ещё я хотела сказать, мы начали только-только начали об этом говорить, и эта сторона жизни и профессиональной деятельности Оксаны мне совершенно незнакома, поскольку, опять же, я уже была в США, когда Оксана обучилась ещё на психолога, и она является практикующим психологом. Это вообще очень интересно. Вокалист, педагог и психолог. Это три таких вида деятельности, которые очень, мне кажется, хорошо сочетаются, замечательно. И вот хотелось бы, Оксаночка, у тебя подробнее об этом расспросить. Вот как ты применяешь эту деятельность, эту свою новую профессию, как ты её, ты их разделяешь, или это всё у тебя как-то вместе идёт, педагогика с психологией и с вокалом? Какие у тебя клиенты, кто к тебе приходит, и как ты, над чем вы работаете? Вот очень интересно это всё. Слышать. Ну, вообще, у меня, да, всё это может совмещаться, а может быть раздельно. То есть я беру и отдельно учеников, которые хотят заниматься голосом, и отдельно я веду как психолог людей. И очень часто, когда человек приходит на уроки вокала, он ещё параллельно занимается психологией. То есть так получается. А те, кто приходят на психологию, они так и идут по психологии. То есть... Они с вами сталкиваются в итоге там где-то на каком-то отрезке? Ну вот, конечно же, психология — это такое более, наверное, сложное, душевное что-то, да? И там такой процесс идёт. Мы не успеваем за этот час, за консультацию ещё куда-то там. То есть мы полностью в какой-то задаче человека. А вот как раз наоборот, когда человек приходит на вокал, и мы начинаем петь, и тут вдруг выясняется, что я себя не люблю, голос мой ужасный, у меня ничего не получится, то мы плавно перетекаем в психологию. Здесь как бы очень органично. Вот. И начинаем рыдать, и там всё, вспоминать маму, и пошло-поехало. То есть вот там как бы я понимаю, что здесь затык в этом, и если человек не позволяет, то мы туда идём. Ну, в основном тебе удаётся преодолеть эти преграды, эти барьеры? Ты как самооцениваешь? Ну, мне кажется, ты прирождённый психолог, и была бы даже, если бы, наверное, и не обучилась. Мне кажется, вот тебе есть это. Ну, вообще, во мне, наверное, это есть, потому что ещё в школе, и причём я об этом забыла, мне потом показали сквозь года, да, через года, что я писала в школе в конце девятого класса, что я хочу быть психологом. Я того вообще не помню. Но, видимо, тогда я нашла книгу Корнеги, ещё тогда были... Было не так много книг, да. Я нашла вот книжку Корнеги, у нас ещё была наша классная руководительница-психолог, поэтому, видимо, меня туда заинтересовало, да, и понесло. А потом полностью я ушла в музыку, и в психологию я пришла, как и многие, разбираться с собой. Чё? Чё не так? Расскажите, чё не получается? Вот. Вот разобралась. Понятно, что есть разные сферы, да, и это такой бесконечный процесс, но всё равно есть базовые вещи, да, отношение человека с собой, какое-то принятие себя, да, и как-то понимание, что я такой, вот мои сильные стороны, вот мои слабые стороны, да, вот это я хочу принять, готов принять, а вот над этим я хочу поработать. И, да, у меня точно есть опыт с собой работы, и я считаю, это тоже очень важно и для педагога по вокалу тоже, потому что бывают люди, которые хорошо поют с детства, ну, вот, как бы, какой-то уровень хороший, да, и им сложно, наверное, объяснить, как бы, что-то такое, да, что человеку совсем не поющим вообще непонятно, да, понимаете? То есть, когда человек об этом даже не задумывался, а человек, который плохо, например, пел, да, он прекрасно понимает какие-то вот проблемы. У меня, мне кажется, были все проблемы, начиная там от вибрации, интонации, там, позиций не было, то есть я как-то вот так шла, и всё это на себе проходило. То же самое, мне кажется, с психологией, то есть у меня было, мне кажется, всё в отношениях с собой такое, и там непринятие, и непонимание, и в отношениях с другими было всё это, и с родителями вопросы, и вот как бы, когда ты всё это решаешь, ты понимаешь, что это точно решаемо, ты прекрасно понимаешь человека, который тебе это рассказывает, да, и это тоже даёт такую дополнительную силу, наверное, как специалиста. А ты, Оксаночка, работала на собой сама или со специалистом на тот момент времени? Вот когда мы с вами расстались, да, когда мы занимались с вами, а потом вы уехали, да, вот тогда у меня вопрос возник в жизни, и я пошла к специалисту. И я пришла, поработала немножко, и как раз где-то параллельно мне предложили обучение на психолога, и я вот пошла, я поняла, что надо туда идти. Не знаю почему, пойду. А где ты училась, можно узнать? Да, я училась дистанционно, я училась в институте интегральной психологии и психотерапии. К нам пришёл зверь. Я вижу, красавца. Ой, какой красивый, привет. Это Ася. Девочка Ася. Ася или Мать? Ася, 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 да. Ася, красавица. Что, может, она будет с нами? Замечательно, Оксаночка, ну, замечательно. Я очень рада. И судя по результатам твоей жизни, я могу сказать, что ты поработала на славу, и система твоя работает. Так что... Я вообще хочу сказать, знаете, пришла к такому выводу, что всё просто, когда ты знаешь как. Да. И, например, вот сфера, которую... Я почему сказала про сферы, да? Вот, например, сфера финансов, да, у меня менее изученная. Я как бы не углублялась в материал. Я не знаю. И только сейчас я пошла целенаправленно изучать эту сферу, да? Потому что... Вот я не знаю, да? Но есть люди, которые знают, которые этому обучают. Поэтому, мне кажется, правильно пойти, да, в обществе этих людей и узнать, что там и как. То же самое касается вокала, да? И вот человек приходит ко мне заниматься, например, и говорит, там, не знаю, мне ничего не нравится. То есть, например, он спел что-то, да, и говорит, мне не понравилось. Я ему говорю, подожди, что не понравилось? Давай разберём, да? То есть тебе всё не понравилось? Либо, например, интонация, да? Давай обозначим проблему, да, задачу, и будем её решать. Тогда большая вероятность, что мы её решим, да? Ты сможешь проследить, как мы её решили, да, и что она решилась. Потому что очень часто люди недовольны своим голосом. В принципе, вот приходит человек, который в ноты не попадает, и приходит человек, который хорошо поёт, но всё равно он на себя смотрит, на записи, и говорит, мне не нравится. Может быть, у вас нет такой проблемы, потому что, может быть, вы занимаетесь уже с профессионалами и с педагогами, да, а ко мне приходят разного уровня. И вот у меня такое точно прослеживается. Все, всем не нравится. И это не зависит от уровня человека. Это просто восприятие такое. Самооценка. Да. Да, и мы разбираемся, что конкретно не так, и над этим работаем. Потому что оценивать себя нужно конструктивно, да, ставить задачу и её решать. Без этих эмоциональных, вот, без драмы, без этих вот эмоциональных, у меня всё плохо. Плесков. У нас ничего не получается. Поэтому есть задача, да, вот, всё, нужно найти человека, который тебе поможет её решить. То есть мы фокусируемся на результате, а не на проблеме. Потому что люди склонны, да, особенно те, кто драматизирует, а творческие люди, они склонны драматизировать, как правило. И они склонны фокусироваться именно на проблемах, а не на задачах. Вот ты смещаешь этот фокус очень удачно, молодец. Мне нравится. Я бы даже, наверное, к тебе походила. Потому что у меня тоже есть такая проблема. Вот сколько лет, опыт и всё такое прочее. И признание в кругах, да, это мне не помогло избавиться от самокритики. Понимаешь? По мне вот этот критик, как сидел много лет назад, так и сидит. Я всегда хочу лучше. То есть это, я понимаю, откуда это идёт. Я хочу лучше, чем есть. Я знаю, как лучше. Потому что, когда я уже слушаю записи, я понимаю, что сделано не так, хотя кому-то очень нравится, а я знаю, что я не доделала там. И как это могло бы звучать? Понимаешь? И вот это меня просто не даёт расслабиться. Да, я понимаю. И здесь, получается, надо смотреть, можно посмотреть, какая главная задача. Если главная задача идеально всё сделать, то, может быть, она, например, не выполнена. Но если задача своим произведением тронуть души людей, что-то такое, тогда, может быть, она выполнена. Притом, она не будет идеально технически, допустим, сделана. Ну, возможно. Ты знаешь, я не думаю, что у всех людей такая же вот эта внутренняя составляющая, как у меня, но у многих, наверное, есть кто-то, кто страдает перфекционизмом, как я, наверное, согласится. Вот перфекционизм. Предела ведь нет. Понимаешь? Чем лучше ты делаешь и умеешь, всегда будет что-то казаться недоделанным и всегда будет видно, что можно исправить, что можно сделать ещё лучше. Вот как, к примеру, вот этот мой курс, о котором мы говорили немного раньше, да, я его переписывала, перезаписывала, почему я так много лет его так и не выпустила в свет, не выпускала в свет, я не давала ему хода. Почему? Вот именно по этой причине вот этот мой внутренний критик, он сидит и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и не даёт идеи реализоваться во многом. Так я думаю, что у многих людей есть такое. И когда я себе уже сказала, наконец-то, ну хватит, всё, вот если не сейчас, то когда ещё, когда, сколько ещё лет ты будешь это откладывать? Это уже вызревало столько времени, уже подготовлено столько материалов и всего, и ты всё сидишь и без реализации. Ну сколько ещё, давай уж как есть, вот как есть, вот так и запускай этот курс. И что ты думаешь? Я его запустила. Титанические труды были туда вложены, да, я запустила этот курс. И вот я сейчас уже себя просто не даю себе его пересматривать, потому что каждый раз, когда я пересматривала эти свои видео, да, находила это, знаешь, как ловля-блох называется. Ага, вот опять очередное, ага, и вот это не так, и это переделать, и это переделать. И я уже несколько раз переделывала там эти видео, делала уроки, уже до тех пор, пока я пыталась себе стоп, я перестану туда заглядывать, я перестану, оставлю как есть, и хватит улучшать, понимаешь? Я, конечно, улучшу, может быть, через год или два, когда у меня, может быть, накопится ещё дополнительная информация, какие-то модули, может быть, добавлю, но я решила перестать уже заниматься ловлей-блох, наконец-то. Вот как есть, так есть. хотя хочется лучше, всегда хочется лучше, превзойти себя, вот это вот у меня, этот момент есть. Мне кто-то рассказывал, что Михаил Окунь, Михаил Масевич, мой учитель, да, рассказывал, что люди, которым нравятся свои записи, они, там какая-то фраза была, идиоты или кто-то ещё, то есть он тоже не может присутствовать. Нарциссы, да, нарциссы. Инфекционист, то есть он тоже найдёт что-нибудь там, да, то есть, да, это очень распространённая проблема, и посмотрите, сколько много выпускается вокалистов по стране раз в год, да, и мне кажется, возможно, у этих людей большая проблема не то, что они непрофессиональны, да, им не хватает профессионализма, а они настолько профессиональны, либо хотят, да, у них такая высокая планка, да, хотят быть такими прям безгрешными, что они не могут ничего выдать, то есть они стесняются и не выдают ничего, то есть они от этого больше страдают. И плюс у музыкантов, в подписчиках всегда часто тоже музыканты, представляете, так страшно, когда ты на профессиональную аудиторию что-то выдаёшь, да, и вот тоже здесь, мне кажется, большая проблема, чем нехватка профессионализма. Ну, наверное, вот, например, вы дожили до этого момента, когда вы выпустили, да, и будете жить ещё долго и счастливо, а кто-то, вы даже представляете, не доживёт, то есть вот он настолько хотел, стеснялся, и жизнь закончилась, то есть это очень печально. Меня этот момент, кстати, тоже очень подстегнул, я сказал, что жизнь закончится, пройдёт, и всё это временно, и если ты сейчас это не сделаешь, ну, кто это сделает за тебя, и когда вообще, когда я себя просто к стенке припёрла, что надо уже как-то, это, во-первых, и балласт тоже, от которого, если ты не освободишься, ты дальше не сможешь пойти, мне надо было это просто даже освободиться, чтобы идти дальше, понимаешь? Отдать это, отдать тем, кто идёт за мной по этому пути, может быть, не совсем по этому, но кто примерно вот шагает в том же направлении, надо обязательно делиться, вот, и эта мысль, она, к счастью, переселила все мои, там, вот эти вот критические измышления, совершенно не нужные, но в итоге, да, курс родился, к счастью. Ещё вот ты пока говорила про подписчики-музыканты, что-то я хотела сказать, и что-то у меня вылетело, когда профессионалы вокруг тебя, что-то я хотела сказать. И люди стесняются, люди боятся сделать что-то другое. А, да, да, хотела заметить, что существует ещё другой тип, противоположный тип людей, которые думают, что они вокалисты хорошие, вот, они думают, что они прекрасно, при этом не обладая, ну, ну, никакими навыками практически. Вот только за счёт уверенности, ты знаешь, я должна, отдать им должна, а не за счёт уверенности в том, что они, вот, являют собой, ну, что бы они там не являли, да, пример там, таланта и ещё чего-то там, вот, за счёт только этого, уверенности в себе, они могут даже выйти на большую сцену и продвинуться, и стать известными, и всё такое. То есть, одно с другим не связано, то есть талант и профессионализм не всегда рука в руку идут с уверенностью и с успехом. Вот так я бы сказала. Часто даже... А они вас раздражают или вы не похищаетесь их уверенностью? Нет, я просто замечаю это наблюдение. Я вообще в последнее время, Оксаночка, я стараюсь не как бы не углубля... не подать в такие крайности, чтобы кто-то меня раздражал, это надо очень сильно постараться. Я стараюсь не поддаваться таким эмоциям, понимаешь? Я стараюсь всегда сохранять ровность какую-то, вот как в геометрии, понимаешь? Чтобы не перекашивало. Это не моё понятие, это геометрия духа. Мне очень понравилось, просто есть такая личность в интернете довольно известная, Валерия Лукьянова. Я не знаю, ты узнаешь или нет, но вот Валерия Лукьянова, она говорит о так называемой... Она, кстати, тоже певица сама. Прекрасная. Она поёт высоким голосом, но там, помимо того, что этого, она ещё много чего делает, там, метафизика, и, в общем, можно зайти к ней, погуглить и посмотреть. И вот она говорит о ровности, понимаешь? Без перепадов. Вот мне это очень импонирует, потому что я изначально сама по себе человек довольно эмоциональный, темпераментный, как вот... Ну, может быть, я и не родилась такой, может быть, я выработала эти качества там со временем. Но сейчас я прихожу к тому, вследствие, конечно, работы над собой, прихожу к тому, что вот именно занять позицию наблюдателя и просто наблюдать мир, какой он есть, как он есть. Понимаешь? Я вижу это, 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 это. И такая позиция, она позволит тебе, вот как бы не вовлекаясь ни в одной из крайностей, просто видеть всё сразу, такой иметь широкий охват. И из этого состояния, вот ровности, вот этой беспристрастности, скажем так, да, какой-то отстранённости, ты можешь выбрать всегда, куда тебе пойти, налево, напрямо, какой тебе шаг сделать. Это такой уже другой, наверное, уровень осознанности. Вот. Поэтому я стараюсь, конечно, избавляться от таких эмоций, разрушающих каких-то. Но я считаю, что это неправильно. Хотя мы все люди живые. Да, если это получается, то это прекрасно. Но если, допустим, вот мы сказали про раздражение, то любая эмоция, мы же живые, да, вот как вы сказали, и это любая эмоция, повод задуматься, да, почему. А почему меня это раздражает? Да. Что меня зеркалит, да. Потому что часто раздражают, например, вот такие люди, как вы описали, тем, что человек себе не позволяет, будучи там профессионалом, да, выставляться, продвигаться, показываться. А кто позволяет? А кому-то можно. Как он так может, они говорят. Наглый, да? Так он посмеет. Да, то есть это вопрос не к этому человеку, да, а к тебе самому. Правильно. То тебе тоже так хочется, наверное. Ну, ты знаешь, Оксаночка, я вот последнее время, уже сколько там месяцев, не помню, но я стала себе позволять, ты, наверное, видишь. Сейчас я в интернете, везде и в ВК, и в Фейсбуке. Я в Фейсбуке вообще, у меня этот аккаунт был больше десяти лет, просто так. Я в основном группу свою вела, шуба-дуба-скорнер. Я только там посты делала. А сейчас я на своей странице выкладываю это все, что я считаю нужно было. А почему? А кто может запретить вообще? Кто может запретить самовыражаться, да? И почему нельзя? Кто это установил? Кем это установлено? Поэтому, ну, в этом смысле, я считаю, что я тоже поработала над собой. Пора выйти было из-под порты. Классно. Да, я была в подполье довольно долго. Достаточно долго, но я считаю, что это не соответствует моему духу. И я считаю, что человек без реализации, он теряет очень много. Ему необходимо реализовать то, что в нем есть. Я не говорю, что всем надо там под одну гребенку, да? Но то, что есть в тебе, твой потенциал, если он не реализован, к концу жизни ты будешь очень несчастен. Очень несчастен. Поэтому надо, пока не поздно, надо брать и просто реализовать. Просто делать. Шаг за шагом, день за днем просто делать то, что дух твой требует. Ну, не требует, но ему предрасположен, наверное, так вот. Ну, вот просто не получается, то есть все правильно, но просто не получается, потому что как раз возникают, да, страхи, например, ошибиться, да, что будут смеяться. Вот над вами кто-нибудь смеется, например? Нет? Ну, пока я не замечала, пока не знаю. Наверное, не так еще я популярна. Вот, круто. Пока не знаю. Но когда начнут смеяться... Наверное, это... Говори, Оксаночка. Наверное, среди тысячи человек будет один какой-нибудь хейтер, да? И это классно. И когда вот мы с Сережей записываем видео, выкладываем, у нас там одни сердечки, там какие-то восхищения, там ля-ля-ля. Я говорю, блин, ну прям какая-то сладкая сладость. Я так люблю хейтеров. Кто-то появляется и говорит, ура, Сережа, у нас хейтер. Потому что это же круто. Это значит, что тебя посмотрело много людей, и кто-то да вот написал какую-нибудь бяку. А ты знаешь, я бы сказала, что хейт, это ведь тоже своего рода признание. Если человек, вот как я, я могу проявить полное равнодушие вообще никак. Это хуже, чем хейт. Вот когда ты просто, ну человека нет кого-то там в твоей орбите, его просто нет для тебя. И это иногда бывает, ранит больше, чем если бы я проявляла там хейт какой-то, да? Потому что хейт, это однозначно реакция, пусть она даже негативна, но это точно, что тебя заметили, тебя признали, и что-то в тебе раздражает, а этими эмоциями тоже можно питаться. Как говорит та же Валерия Укьянова, она тоже обожает хейтеров. У нее просто полным-полно по всему миру, и она говорит, что любит. Любит этой энергией питаться. То есть я пока с таким вот жестким хейтом не сталкивалась. несколько лет назад были там какие-то личности, которые нудные совершенно. я предпочла просто заблокировать. То есть мне легче просто убрать это из своего поля. Мне не хочется на это как-то обращать внимание. Но когда у людей появляется, вот как ты говоришь, сладость сладкая, там и слишком может так все мир умер, и все хорошо. Ну, мне бы такое понравилось, например. Мне нравится, я за мир. но, как говорится, будет проблема, будем решать. Да. Ну, знаешь, интернет это такое пространство, сюда может зайти кто угодно. Это же не так, чтобы в жизни, вот в реальной своей жизни многих из этих людей, ты бы даже никогда не пересеклась с ними. Понимаешь, ты бы никогда не встретилась с ними, никогда бы не поговорила. А в интернет может зайти кто угодно и сказать тебе что угодно. Понимаешь, безнаказанно. Ну, до определенных каких-то там граней. Но, по сути, да, люди всякие же бывают разные. Больные на голову, понимаешь, с какими-то нерешенными проблемами. Отчего весь этот хейт возникает вообще? Это то, что человек сам не реализовался, он сам не смог себя реализовать, и он из-за этого злится на весь мир, там, и находит себе объект для хейта, и давай вываливать на него все это. Это все в нем. Мне жалко таких людей, понимаешь? Этот яд, он же в них самих, это же представляешь, так, 24 часа, сутки жить с таким ядом и отравлять самого себя. Мне просто не до этого. Мне некогда. Я занята. Я очень занята творчеством и остальными обязанностями, понимаешь? Мне просто некогда это все. А тем более вступать на эту волну с теми, кто хейтит. Мне просто нет времени на это, понимаешь? А вы знаете, Льва Слеп? Не знаю. Он к нам присоединится. Я знаю его. А, вот вижу, да. Здравствуйте, Лев. Лично не знакомый, но я знаю его проект Маримба Плюс. Мне очень нравится. И он замечательный музыкант. Да, я какое-то время брала уроки. Ух ты, а какие уроки? По барабанам. Да ты что? Как интересно. Как интересно. Расскажи, пожалуйста. Не очень долго, но мне очень нравилось. Было классно. Это уже было после нашего с тобой взаимодействия? После, да? Да. Ну, замечательно. Вообще, вообще, мне кажется, что я обожаю вообще обучение, да, и я постоянно на курсах. У меня на год вперёд расписаны курсы, на которых я буду. И мне кажется, вот люди часто тоже долго думают пойти, заниматься вокалом, не пойти. Мне кажется, можно прийти, попробовать, да, прийти, попробовать и понять. Тебе нравится или нет в процессе, да? Педагоги разные, да, прийти, попробовать. Да, да, нет, нет. То есть, вообще, скорость, это то, что сейчас очень важно. Да. Это вообще не моё. Скорость и я, это две разные вещи. Я это в себе тренирую, чтобы быстрее принимать решения. Я вообще в гороскопы не очень верю, но я весы в гороскопу. И реально, мне иногда сложно в магазине выбрать зелёную либо красную ручку, я могу зависнуть. Долго рассуждать. Да, и я себя просто приучила, да, к вопросу, что можно всему научиться. Просто я выбираю, вот, всё. Дела и пошла, да, дела и пошла. И здесь в каких-то более важных решениях жизненных то же самое, да? Да, да, нет, нет. Оксаночка, ты очень важный момент затронула, потому что пока мы учимся, мы растём, мы развиваемся, наш рост не прекращается. Это очень, очень важно на любых этапах жизни. Я сама точно такая же. Я всегда чему-то обучаюсь и всегда, пусть это даже очень далёкое что-то от музыки, как вот не так давно, карантин был, у всех нас настигло это негольное заточение. Я взяла и записалась на курсы косметики, понимаешь, я сертифицированный кремовар теперь, я знаю, как делать косметику натуральную своими руками, уже больше двух лет я ничего не покупаю в магазинах, включая шампуни, маски, всё-всё-всё-всё-всё, крем, ну, кроме декоративной косметики. Вот, то же самое там Люба Васильева, ну, замечательный педагог, маловар, маловарение. Я не ожидала, что это такое вообще удивительное творчество, это как импровизация. Просто для меня это отдохновение и медитация. Я во время приготовления разных там дизайнов этих различных ароматов, там, цветов, сочетаний, всё такое. Я медитирую, это просто медитация для меня, понимаешь, и так далее. И, ну, процесс обучения на самом деле невероятно захватывающий, и он, ты очень права, что это постоянный процесс. Он должен длиться, ну, как должен. Но мне кажется, что как только мы остановились в развитии, да, всё, стагнация, это не бывает такого того, что мы застряли на одном уровне, мы неизбежно скатимся вниз. Человек будет деградировать, если он не продолжает в чём-то себя развивать и идти дальше. так что ты молодец большая, я очень тобой восхищаюсь, что ты учишься всегда чему-то новому и находишь для себя интерес, это просто здорово, я бы хотела, чтобы все люди были такими. Спасибо. В праймере старались, стряхались. Что касается вокала, то могу рассказать, что я сейчас поклонница, есть такая система Estil Voice. Да, я знаю, я тоже думаю её пройти, я не проходила, но я тоже о ней наслышана. Ты занималась уже с ней? Да, я прошла курсы все, и я сейчас на курсе мастер, но я пока на паузе. Да, мне очень она зашла. Так что я вот знаю, есть Estil Voice, CVT, то есть очень много таких систем, и я к тому, что сейчас просто такое время, когда много предложений, то есть много вообще все системы, которые есть, есть курсы по ним обучающие, да, педагоги, и поэтому, конечно же, хочется всё посмотреть. Да, это как курсы повышения квалификации, да, постоянные, постоянно идёт. То есть мне нравится, когда ко мне приходит ученик и говорит, я там так дышу, там туда-то звук направляю, я говорю, ага, понятно, ты оттуда. То есть я хочу понимать, да, как бы, что есть, и в этом, об этом иметь представление. Да, это очень здорово. Уже несколько моих учениц мне, не то, что мне лично, но говорили, я видела, читала, и, кстати, обсуждала это тоже. Они прошли подобные курсы, и я стила, как это называется, CVT, CVT, да, и я даже сама задумалась о том, чтобы, ну, мне не зазорно, несмотря на то, что я профессиональный вокалист и музыкант, я с удовольствием пройду эти курсы. С удовольствием, да. Как только выберу время. Да, вот это я могу рекомендовать смело. Это делается онлайн тоже, да? Да. Онлайн. То есть однозначно, мне кажется, все, кто у меня коллеги прошли, нет ни кого-то, кто бы сказал, что ему не понравилось. Да, потому что это очень правильно. я примерно так на базовом уровне я ознакомилась с какими-то дымо-видео. Это очень связано с физиологией, с нашим организмом, с нашим телом. Поэтому это все, что исходит от тела, это очень правильно. Это очень правильно. Понимание процессов, да, анатомических, которые происходят в теле во время пения, во время там дыхания и так далее. Это очень все правильно, поэтому, конечно, это будет заходить всем. практически. А еще я была, я помню, на мастер-классе у Сета Рикс, я был такой, он есть педагог, знаешь, да, Рикс, он приезжал к нам, ну, вообще неоднократно он в Россию приезжал со своими мастер-классами, вот, в Москве, в Академии в Академии Гнесиных, я была у него на мастер-классе и тоже наблюдала вживую его занятия, и у него даже был сайт, я помню, какое-то время назад, когда я уже здесь в Америке жила, у него на сайте был такой, ну, модуль, не модуль, не знаю, как это называется, но обучение для педагогов, да, то есть по его системе можно было пройти, там тоже разные уровни, были кураторы, вот, можно было пройти и потом в его этой системе преподавать, то есть под его брендом, так скажем, но потом это куда-то исчезло, сейчас вот заходишь к нему на сайт, там этого уже нет, по-моему, он прекратил, наверное, или что, я не знаю, что случилось, но, может быть, что-то изменилось, может быть, он просто уже на пенсию вышел, он все-таки уже почти на возрасте, я не знаю, что там случилось, но я, когда я уже, наконец, собралась, надумала пройти эти курсы, зашла на сайт, а там уже ничего нет такого, но зато теперь есть вот эти Эсти и СИВД и все такое прочее, мне это тоже бесконечно интересно, да, всегда есть куда расти, всегда есть куда развиваться, это однозначно. Ну, кстати, тоже скажу, что вот мы говорили про перфекционизм, да, и про мастерство, и тоже, мне кажется, важно разделять, допустим, исполнительское мастерство, да, и там умение продвигаться, или там, если есть педагог, да, умение продавать, это просто разные вещи, и очень часто люди думают, что если, допустим, у них нет просмотров, либо у педагога нет учеников, до очереди там, то как бы я плохой, да, то есть я какой-то не такой, но это просто два разных вообще умения. Это навык, который, да, надо вырабатывать, да. Да, это тоже, по этому можно обучиться, то есть тоже можно найти людей, которые, да, либо сделают это за тебя, да, либо ты научишься сам, да, как там. Как это называется, промоушен, или как это правильно называется? Когда свой продукт... Продвижение, мне кажется, продвижение, ну это и есть промоушен, да, ну по-английски промоушен, я уже привыкла, ну продвижение, да, продвижение своего продукта, но понимаешь, у некоторых людей, еще советского образца, есть вот этот момент, это как камень преткновения, есть такой момент, барьер, преодолеть, который очень-очень сложно. Я по себе знаю, потому что мне пришлось его преодолевать, и, наверное, еще до конца я еще не преодолела это. У нас просто вбили той тогдашней системой, вот эта идея о том, что, ну не то, что продавать стыдно, да, даже не то, что продавать стыдно, а вот себя рекламировать стыдно, вот это вот самый такой момент жесткий, мне кажется, себя, как это можно, там, хвастовство, там, пусть я тебе скажу, там, понимаешь, пусть кто-то, да никто не придет, и никто ничего не сделает за тебя. Никто ничего не скажет. Это надо сейчас, тем более, вот наше это время, когда каждый себя продвигает сам. Это нормально, надо просто это понять, что это нормально. Я это вижу у коллег, есть коллеги, которые даже по стыдно эту тему пишут, что, как так все себя продвигают, фу, какой кошмар, о себе рассказывают, то есть прям реально. А кто о тебе должен рассказать? Вот если не ты сам, кто должен рассказать? Ну, можно, да, могут тебя какие-то люди порекомендовать, допустим, вот как ты, Оксаночка, сегодня, говорю, тебя порекомендовала, поскольку ты из первых уст, мы с тобой занимались, ты знаешь о наших занятиях, ты знаешь меня как педагога. Да, это очень ценно, это очень ценно, когда ученики рекомендуют своего учителя. Ну, а учитель сам, мне кажется, не должен сидеть, сложа ручки и только ждать Маме Небесной, когда там к нему повалит поток там. Ну, и не только учитель, вообще любой специалист в любой области. Это бизнес, то есть это нормально, это бизнес, это слово, которое тоже вот, ну, лично для меня было долгое время, ну, если не под запретом, то каким-то темным лесом вообще был, чем-то из совершенно незнакомой области, неизведанной. Я была чистым творцом, чистый музыкант, понимаешь, я музыкант, я профессионал, там, все такое просит, что с этим связано, и никакой бизнес к этому примешиваться не должен, понимаешь, чистое искусство, это, мы выше этого, понимаешь. Это, знаете, в бизнесе есть такое понятие, вообще оно считается одним из основных, это воронка, да, воронка продаж, может быть, звучит не очень творчески, но есть такое понятие, как конверсия, то есть смотрите, допустим, если ваш ролик посмотрит тысячи человек, или, допустим, предложение о том, чтобы педагог по вокалу посмотрит, да, увидит тысячи человек, то важно, сколько человек на него откликнется, да, сколько к вам придет, и сколько останется, да, и вот как раз, если ваш ролик или вас показывают тысячи человек, и никто не откликается, да, то это как бы грустно, да, но когда приходят люди, да, они смотрят, они остаются, то вопрос только в том, чтобы увеличить количество рекламы, да, потому что как вас, если они не увидят, как они к вам придут, конечно, а люди, а люди об этом не думают, то есть они думают, что реально как-то сами найдут придут. сами, сами, само ничего не происходит в этом мире, ничего, поэтому, конечно, надо ждать. мы тоже делали рекламу, допустим, мы начали выпускать свои песни, делали, ну, общались со специалистами, которые занимаются рекламой, и нам сказали, что, я не помню, какая сумма, но точно больше ста тысяч, это только вот они, это первоначальная сумма, которую дают на рекламу, и уже смотрят, если пошло, да, то они дальше могут вкладывать, да, если не пошло, то тогда, как бы, нет смысла, но первоначальный посыл нужно дать, можно дать, если есть возможность. Оксаночка, ты пользуешься услугами специалистов по рекламе? Мы в ВКонтакте делали рекламу альбома, каких-то треков, да. Это как называется, таргетированная реклама, таргетированная реклама, ты пользовалась, да, и это возымело какой-то эффект? Мы собирали свою аудиторию в свою группу, это даёт прослушивание, то есть, например, мы выпускали свой альбом самостоятельно летом, а потом я очень хотела выпустить через какой-то большой лейбл, но там такая система, что ты записываешь песню, присылаешь ко всем лейблам, и они либо отвечают тебе, либо нет, и у нас никто не ответил несколько раз, и мы стали искать менеджеров непосредственно самих лейблов, и вышли на первое музыкальное издательство, оно крупное, и вот мы выпустились через него, и что я хотела сказать, забыла, что она сказала, да, я забыла свою мысль, про рекламу, да, мы говорили. Да, мы говорили про рекламу ВК, то, что вы выбирали аудиторию там. Да, она сказала, что крупному лейблу очень важно, то есть, например, мы послали запрос, а ему важно сколько у нас просмотров, прослушиваний, да, то есть, оно примет положительное решение о сотрудничестве, если, допустим, у вас много прослушиваний, и вот как раз мы запускали рекламу, да, для того, чтобы были прослушивания, потому что эта цифра очень важна по итогу за год, сколько тебя прослушают на площадках, вот. То есть, вы собрали необходимое количество просмотров? Я не знаю, у нас ещё не прошёл год. А, вы только начали, понятно. Да, но я к тому, что это имеет смысл делать, плюс реклама, она же умная бывает, да, и можно найти свою аудиторию, если, например, ты знаешь, на кого ты похож, да, и ещё на кого ты похож, и у этих аудиторий есть общая аудитория, точнее, у этих артистов есть общая аудитория, это называется парсинг, и тогда большая вероятность, что этим людям понравится твоя музыка. интересная информация, это интересная информация, я как педагог сейчас вот думаю, как бы я могла это применить, потому что я пока что не, я вообще этим не владею, я только-только начала выходить в пространство, в интернет, со своим продуктом, он не вокальный, но как он, он вокальный косвенно, это педагогический, так скажем, поэтому я сейчас думаю, как же мне с этим, с этой информацией поступить, и имеет ли мне смысл, допустим, такую же рекламу ВКонтакте запускать, и искать свою, я, конечно, хочу найти свою аудиторию, мне есть, что предложить, мне хотелось бы найти свою аудиторию, потому что, вот когда я преподавала очно в Москве, от учеников, в принципе, отбоя не было, но там другая система была, там сарафанное радио, всё разносило, ко мне со всего города, из разных вузов, там приходили люди сами, ученики, я ещё там отбирала, ещё капризничала, вот этого возьму, этого не возьму, знаешь, что так, имела такое, привилегии, а здесь, в интернет-пространстве, ведь всё по-другому, но поскольку я очень много ездила по стране, с мастер-классами мы ездили, я была и в жюри конкурсов, я была и в разных городах, от Сочи до Салихарда, понимаешь, во всех точках, и я видела, как много талантливых, на самом деле, молодых людей у нас, в стране, просто это, это огромное количество, таких талантов у нас, поэтому я, конечно, понимаю, как педагог, что потенциально, учеников, и вообще, хотя бы даже не учеников, моей аудитории целевой, должно быть, в принципе, немало на территории России, вот, но я просто пока не знаю, как на неё выйти, как этих людей, каким образом их найти, как их призвать, скажем так, на свою страницу, пока что, я буду над этим работать, но вы открыты, как я вижу, чувствую, поэтому информация найдёт вас, точнее, вы найдёте информацию. Да, да, надеюсь на это. Вот. Что касается вашей работы с лейблом, вот те клипы, которые вы снимаете, это вы делаете всё на лейбле? С лейблом мы сделали только одну песню, вот кавер на Мурата Насырова, «Я, это ты», «Я, это ты, ты, это я», я смотрела, да, замечательно. А ты знала, что Мурик учился со мной, мы учились вместе в одном? Нет, я не знала. И в общаге в нашей Дуузи, называется Гнесинская общага, Дуузи, он там жил на, по-моему, на 11-м тоже, я не помню, я на 8-м, мы общались там, там ещё, я знала Мурика хорошо, очень жаль, что там. И Наташа, его супругу я тоже знаю, мы с ней общаемся, на Фейсбуке. Вот. Он, конечно, очень талантливый музыкант, очень-то здесь, и очень приятно, что вы его песни не знаете.